19 апреля Верхнеуральская детская библиотека стала участником общероссийской социально-культурной акции «Библионочь». Юным читателям была предложена программа мероприятий в формате «Библиосумерек». Библиотека на 3,5 часа стала местом волшебных перевоплощений и настоящим праздником для 70 детей разного возраста. На этот раз мероприятие прошло на тему «Весь мир – театр», приуроченное Году театра в России в 2019 году. Порадовали приглашенных гостей своим выступлением юные артисты театральной студии «Ассорти» Дома детского творчества. Библиотека была разделена на зоны, в которых для гостей были организованы развлечения по интересам. Чердак старинного купеческого дома встречал самых смелых читателей таинственным освещением и оформлением. Участники прошли не только по всем залам библиотеки, но и спустились в знаменитый подвал, дверь которого открывается один раз в году в «Библиосумерки». Затем наступило время мастер-класса, на котором ребята стали немного волшебниками, превращая обыкновенный листок бумаги в прекрасных балеринок, красивую закладку для книг. Бумажное шоу стало суперярким завершением праздника. Верхнеуральская центральная городская библиотека имени Петра Кудряшова провела мероприятие в формате «Библионочи» для школьников среднего и старшего звена. Перед началом работы площадок ко всем гостям и участникам обратились заместитель начальника отдела культуры и молодежной политики Ирина Гаврилова и директор библиотеки Лилия Арзамасцева. Мы в третий раз проводим замечательную акцию. Я думаю, что на самом деле ряды будут пополняться. Наконец-то наш город узнает о такой акции, которая проводится в вечернее время. А сегодня я вам всем желаю хорошо отдохнуть, повеселиться, найти настоящих друзей, возможно. И желаю удачи, чтобы наша библионочь была такой захватывающей, чтобы вы запомнили ее надолго. Книжно-театральное действие развернулось на шести площадках. Театральный гардероб, мастер-класс «Театр масок», театральная лаборатория «Табуретка», театральная площадка «Волшебные крылья», театральный буфет «Антракт», а также «Трон желаний». Творческая атмосфера царила в театральной лаборатории «Табуретка». Получив задание, участники импровизировали, превращая текст в интересную постановку, используя различные эмоции, звуки. Итогом работы лаборатории стало прочтение стихов о театре «Стоя на табуретке». Что после тебя запомнили? Табуреточка. Табуреточка. Табуретка. Ну, там мне рассказывали стихи, мне понравилось. Девочка, ах нет, зачем ты дразнишь меня? Это адская свита. Королева, та ходит средь белого дня, вся гирляндами роз перевита. И шлеп ее носит, мечами звеня, вздыхающих рыцарей свиты. Мастер-класс по украшению театральных масок собрал массу желающих. Верхнеуральская мастерица Людмила Салова рассказала о процессе создания кукол. Поистине театральной была площадка «Волшебные крылья», где гости окунулись в мир постановок. Посмотрели спектакль троллей, подготовленный учащимися школы номер два. Стали участниками кукольного театра, озвучивая героев русских сказок. Кроме того, можно было загадать желание и узнать, сбудется ли оно и сделать фото на память. «Библионочь» в Верхнеуральске в очередной раз показала, что у таких масштабных культурно-просветительских мероприятий огромный потенциал, дарящий массу положительных эмоций, отличное настроение, возможность познакомиться с чем-то новым. Организаторы поблагодарили всех присутствующих и волонтеров мероприятия и выразили надежду на то, что в следующем году «Библионочь» соберет гораздо больше участников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова